Доброе утро! Сегодня четверг, 28 июня, в студии Бетерниса Гусейнова. Развитие горных территорий Дагестана стало основной темой совещания у премьер-министра Артема Сдунова. Более 900 тысяч человек местного населения и около половины всей площади республики. Чем сегодня живет эта часть региона и чем занять жители сел, руководители профильных ведомств внесли свое предложение по развитию Нагорного Дагестана. По тематам Сулейманова подробнее. Госпрограмма поддержки горных районов, принятая 4 года назад, подходит к концу, а значит пора подумать о ее продлении или о разработке новых мер поддержки. Основной докладчик глава Минэкономики рассказывает об итогах проделанной работы на 672 миллиона рублей. Программа полностью реализовывалась на внебюджетные средства, построены теплицы, фермы, проложены дороги и линии водоснабжения, развитие горных территорий. Стратегически важный вопрос. Артем Сдунов заостряет внимание на озвученной сумме. 60 миллионов рублей. Не маловато ли для всей горной части Дагестана? Необходимо как минимум в несколько раз больше. Эта сумма составляла с учетом заявок муниципалитетов, уточняет глава Минэкономики. Из 10 районов откликнулись менее 10. Наверное, глава должен отвечать за привлечение средств. Как вы считаете? Конечно. Он должен, да? Не только вы должны отвечать, не только министр сельскохозяйственного хозяйства. А если они эту информацию не дают, ну или пассивность здесь какая-то, да, или просто не довели. Мне бы хотелось, чтобы все районы ответили, мы четко знали, что у них запрос такой. Потом вы сравнили балансы трудовых ресурсов и сказали, нам это не обеспечит. Вот позиция, допустим, министра сельскохозяйственного. Запрос глав такой, но они ошибаются, они не понимают ситуацию. Надо сделать вот так, чтобы полностью переработать продукцию. Потом надо посмотреть, сколько это будет рабочих мест. На совещании звучит немало идей, как обеспечить людям работу в горных районах. Это и проект по сбору лекарственных трав и развитию пщеловодства, строительство форелевых хозяйств и поддержка народных промыслов. Нужно создавать производство и обеспечивать его продажи. Основной литмотив встречи. Надо четкий, комплексный план. Можете программами назвать. Она будет, конечно, не государственной программой, а можете назвать ее ведомственной программой. По развитию горных территорий. Она должна быть в виде такой даже таблицы. Развиваем только источник и ответственное министерство. А мы должны просто как координаты в этом все делать. Обсуждение развития горных территорий продолжится в новых форматах. Одно из предложений встретится вновь, но уже на стратегической сессии, полностью посвященной этой теме. Министр здравоохранения Дагестана Джамалуддин Гаджи Ибрагимов представил коллективу городской клинической больницы номер один, исполняющего обязанности главного врача Хаджимурата Малаева. Ранее он возглавлял республиканскую больницу восстановительного лечения и является заслуженным врачом Дагестана. По словам министра знаний и опыт Хаджимурата Малаева, сегодня целесообразно применить для развития городской клинической больницы номер один. Дагестанское радио. Понятно каждому. 20 июня в ВУЗах России официально стартовала приемная кампания. Прием документов у абитуриентов, поступающих на первый курс, начался и в ДГО. В этом году в ВУЗе объявлен прием по 36 направлениям балаковриата, 5 специальностям и 29 направлениям магистратуры. Общее число бюджетных мест – 1871. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал ректор ДГО Муртузали Рабаданов. В ВУЗе открылись и новые направления – педагогическое образование, профиль права, а также ведется прием на регионоведение России, экономическая безопасность и другие. В ходе пресс-конференции ректор ответил на разные вопросы журналистов, в том числе по развитию инклюзивного образования ВУЗе. В инклюзивном образовании в последние годы уделяем особое внимание. Вот сейчас мы закупили оборудование для этой категории наших студентов. Создаем четыре центра по нашим корпусам. Один центр уже создан. И в библиотеке создаем центры, где у нас будет специализированное оборудование и для слабослышавших, слабовидящих. Собрание научно-педагогической общественности по вопросам сохранения и развития родных языков состоялось в Махачкале. Выступающие отметили важность принятых поправок и высказали предложения по улучшению методик преподавания родных языков. Вместе с тем участники встречи обсудили ряд нерешенных проблем, связанных с отсутствием учебников и методических пособий, ориентированных на языковые и региональные особенности Дагестана. Школьные библиотеки нуждаются в значительном пополнении программными произведениями русских и дагестанских классиков. Ощущается нехватка педагогических кадров по родным языкам. В день памяти Эльмана Алипулатова-младшего, ушедшего три года назад из жизни после продолжительной болезни, юнкоры и детско-республиканская газета «Орленок Дагестана» навестили ребят, проходящих лечение в онкологическом отделении детской многопрофильной больницы. Эльман сам был начинающим журналистом, но смертельный недуг все оборвал. Эктивным мальчиком и писал в нашу дозету различные заметки, статьи, то, о чем он думал. Он писал о своих друзьях, о своих увлечениях. МЧС Дагестана за безопасный отдых детей. Акцию под таким названием в период летних каникул проводят дагестанские спасатели. В ее рамках в детском оздоровительном лагере «Солнечный берег» сотрудники ведомства организовали для ребят День безопасности. Самых активных участников семинара удостоили наград. Компания «Газпром» газораспределения «Махачкала» сообщает о том, что 28 июня и 2 июля в Ленинском и Советском районах столицы республики запланировано отключение газоснабжения. Сегодня с 9 до 13 часов будет временно приостановлено газоснабжение абонентов, проживающих по улицам Яракского, Азиза-Алеева, Советского района, а также восьми садоводческих обществ Ленинского района. Новости культуры В Гунибе проходит второй этап проекта Южной арт-резиденции «Россия в селе Гуниб», ставшего победителем грантового конкурса благотворительного фонда Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире». Своя художественная работа и инсталляция об истории села Гуниб представили три участника, победителя предыдущего тура. Сегодня в 16 часов мастер-классы для местных сообществ по ручному переплету и работе с различными видами материалов для создания книги. Авторы – ведущая Наталья Балута, Москва, художник, фотограф, исследователь и коллекционер фотокниг. Сегодня в 18 часов в Театре поэзии Хор Дагестанского театра оперы и балета под руководством заслуженного деятеля Искусства Республики Натальи Макеевой представляет новую музыкально-поэтическую программу. На вечере хоровой миниатюры прозвучат произведения отечественных и зарубежных композиторов – Сергея Рахманинова, Георгия Сверидова, Антония Лотти, Иоганна Себастьяна Баха и другие. 30 июня в селе Ахты пройдет праздник в Шарвилле, посвященный герою Лизгинского народного героического эпоса Шарвилле. В рамках Дня героического эпоса будут организованы майданы, мастер-классы по разным видам народных промыслов, фотовыставка, различные конкурсы, в том числе на лучшие сочинения на русском и лизгинском языках об эпосе Шарвилле, а также концерты и спортивные состязания. Борец вольного стиля Магомед Гаджи Нуров стал победителем 18-х средиземноморских игр, которые проходят в эти дни в испанском городе Тарагоне. Золотую медаль игр «Дагестанский вольник», представляющий Македонию, завоевал весовой категории до 97 килограмм. Отметим, что Магомед Гаджи Нуров стал первым из дагестанских борцов, победившим на средиземноморских играх. Радио России, Дагестан. Погода. По сообщению Дагидромедцентра, сегодня по районам республики ожидается. В горных районах местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный, юго-восточный 3,8, на севере республики 9,14 м в секунду. В горных районах юго-западной 6,11, при грозе шквалистое усиление до 15 м в секунду. Температура воздуха 34,39 градусов. По Приморским районам 29,34, в горах 25,30, местами до плюс 35. В Махачкале ожидается без осадков, ветер юго-восточный 6,11 м в секунду. Температура воздуха 30,32 тепла, вода в море 26 градусов. Это был информационный выпуск «Вести Дагестан», вела выпуск Бедерниси Гусенова, редактор Шерипат Шургина, звукорежиссер Моми Наталиева. О событиях дня 18.10, а мы прощаемся и желаем удачного рабочего дня и хороших новостей. В эфире Радио России Дагестан.